Всем привет! Вот сейчас я могу вам сказать, что бывает раз в жизни человеку повезет. Вот это вы. Это вам повезло, потому что вы попали в самый центр музыкальной истории. Где он находится? Это, конечно, в красном химике. Почему? Здесь собраны такие наработки, здесь собраны такие педагоги, которые вас проведут в мир, в мир рока, в мир эстрады, и вы станете звездами. Почему я так говорю? А потому что у нас же есть звезды. Вот совершенно недавно наш гитарист приезжал и рассказывал, как он писался с Кристиной Аргилерой. А поскольку там нет общественного транспорта, он еле-еле три часа на трех автобусах добирался, а машину пока не смог купить. Но он купит, потому что в таком проекте люди бедными не бывают. Но что я хотел сказать вам самое главное? Великий русский поэт Пастернак говорил, дорогие мои, в каком мы тысячелетии живем? И это относится ко всем нам. Потому что вот сейчас прошла Олимпиада, и Арн сказал, мы отсутствуем в мире поп-музыки. И вставил туда исключительно Скрябина, Рахманина, Ночайковского. Ведь он прав. Назовите мне одну хотя бы рок-композицию, которая стала всемирным хитом русских музыкантов. Назовите мне одного музыканта, который вошел в пантеон, и его вставили в какую-нибудь рок-славу, или хотя бы в музей лучших гитаристов. Этого нет. Почему? Потому что Толстой сказал один раз и навсегда, русским не хватает одного, скамейщики, посидеть и подумать. Потому что мы 70 лет строим коммунизм, а потом выясняется, что эта система только убивает людей и ресурсы. И вот сейчас все наше рок-движение ринулось на англоязычные хиты, пытались сделать их кальки, и ничего не получилось. У нас лучшие силы страны играют на гитарах, поют, и опять ничего не получилось. Почему? А вот скамейщики не хватает. Потому что вот так вот шашку на голове, чапаевская вот эта вот атака, ничего не получилось. Ведь, если сказать честно, то в нашем рок-движении участвуют фантастические музыканты. Но! Если условие задачи сделано неверно, решения нету. Потому что блюз произошел, из блюза произошел рок, а блюз это песенная форма. И англоязычные слова, они создают мотивы, создают вот эти элементы, лики, как говорят и гитаристы. И, конечно, в этих ликах, они получаются прокрустство ложа для русского языка. Надо голову и ноги отрубать. И вы знаете, что ни в один англоязычный хит невозможно русские слова подставить. Получается просто смешно. Вот. И вот сейчас мы с вами должны вот здесь с вами собраться и научить вас, как это делать, чтобы отзвучало по-русски. Как говорил Есенин, перевести язык Бадлера на язык родных осин. Я хочу перевести вместе с вами язык Блэкмора, язык Металлики, язык Кис и Квин на язык родных осин. Потому что что же такое получается в академическом жанре? Мы занимаем ведущее место. Чайковский, Шостакович, Прокофьев. Это главные композиторы эпохи. А в этом жанре такого же уровня музыканты работают, ничего не получается. Вот оно не получается, потому что нету скамеечки. Потому что вот так вот наскоком ничего не получается. И вот эти люди не смогли создать всемирных хитов. Только мы находимся в русском гетто, поем под гитарку свои песни. Почему я так говорю? С таким вот... Вот таким вот, наверное... Наверное, вот таким... Уверенностью такой. Откуда у меня такая уверенность? А потому что у нас начали появляться люди, которые сообразили, что сенсекс языка Кирилла Апслафьев создает музыкальную речь. И невозможно в этой идиоматике создать шедевр. Ну, например, Рогутин. Ведь он работает в латино. А латино идет от португальского языка. И именно португальский язык создает зацепление с русским языком. Он очень-очень похож на русский. Там столько же согласных, столько шипящих, все эти че, ше. Вот. И поэтому с ним работает Олдобиолог, мегазвезда. С ни с каким Киркором он ни за какие деньги не согласился работать. А вот с Рогутином работает. И поэтому тот метод, который создает корни, корневой урок, который создает фольклорные, академические элементы, вот этим методом владеет педагоги в красном химике, потому что они имеют высшее образование. Вы, наверное, знаете, что наше образование теоретически лучшее в мире. Наши теоретики лучшее в мире. И вот недавно у меня знакомая приехала из Бостона и говорит, я была там в теоретическом отделении в консерваторе. Я не ожаснулась. Это просто какие-то дебилы у нас так в училище не занимаются. И она права. Она права. И вот мы дадим вам вот этот путь. Мы дадим вам ворота, в которые вы войдете, и станете звездами. Приходите в красный химик, и вы убедитесь, что мои слова абсолютно истинны. Ура!